На встрече обсудили дальнейшую совместную работу по нескольким направлениям. В частности, речь шла о ремонте и строительстве дорог, которые связывают два субъекта. Одна из них ведет в Лаганаке. Развивать этот горно-климатический курорт, по мнению Вениамина Кондратьева, возможно, только объединив силы. Уже лет 20 о нем все время говорим, а может уже и больше. И говорим, и говорим. Надо просто перестать делить и перестать делиться. Только совместными усилиями мы объединимся. Мы можем из курорта Лаганаке сделать настоящий курорт. Притом доступный сегодня для жителей и края, и Адыгеи, да и другим. Для этого тоже нужна совместная стратегия понимания, как мы будем двигаться, какова будет дорожная карта и что нам нужно делать. Конечно, без федерального центра, коллеги, мы ничего не сделаем. И без бизнеса ничего не сделаем. Но для этого, почему игру нужна дорожная карта, понятные, прозрачные правила игры. По каким принципам будет создаваться курорт Лаганаке? Если мы их создадим, вот что сегодня от нас здесь сидящих зависит, если мы создадим эти понятные правила, бизнес поверит и придет. Безусловно, у Краснодарского края есть опыт организации именно курорта. Ничто нам не мешает сегодня совместно двигаться в этом направлении. И республика Адыгея, и Краснодарский край получат плюсы, получат свои дивиденды. И в этом направлении мы сегодня и по инфраструктуре продвинулись, и в этом направлении шагаем. Также, по словам Вениамина Кондратьева, сотрудничество возможно расширять и в других сферах, например, агропромышленном комплексе. В завершении встречи губернатор Кубани пригласил делегацию из Адыгеи на празднование 80-летия Краснодарского края.